Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы будем делать очень интересные и очень вкусные муссовые пирожные. Можно сделать их не пирожными, это может быть полноценный муссовый тортик. В общем делается очень просто, получается сногсшибательно. Очень красивый разрез получается, такой сочный, прям богатый и вкус у него очень интересный. То есть это не просто кусок резины, это реально очень вкусный десерт. Я уверена, что у вас тоже получится, поэтому давайте начнем делать все реально проще простого, как всегда. Для начала я буду использовать джем. У меня здесь малина и черника. В общем у меня вышло 300 грамм джема, он не очень густой. Также я замочила вот в водичке желатин. Желатин теперь ставлю в микроволновку и импульсами растапливаю вот до полного растворения. Желатин у меня очень хороший, поэтому очень много его добавлять не буду. Такой вот красивый переливающийся у меня джем. Частично домашний, частично нет, поэтому вот такая вот красивая смесь у меня в этот раз. Будет очень вкусно и красиво. Добавляю сюда весь желатин и очень хорошо вмешиваю, чтобы полностью он у меня распределился, а не плавал поверху. И теперь желательно в крупную такую вот формочку для льда распределяю, просто для того, чтобы были не маленькие кубики, а такие побольше. У меня как раз вот этого количества хватило на всю эту форму. То есть она у меня довольно широкая, глубокая эта формочка для льда. Вот такую вот красоту отправляю в морозилку до полного застывания. Для следующего этапа уже утром добавила к желатину воду, вода как всегда комнатной температуры и оставляю набухнуть. 3-5 чайных ложек мака нужно будет залить кипятком. Все зависит от количества от того, насколько вы любите мак. Также мне понадобится любой бисквит. В этот раз я буду использовать вот такой вот шоколадный бисквит на сметане, который я пеку сейчас. Я его очень люблю. У меня он остался от предыдущего тортика, поэтому не пропадать же добру, буду использовать его сюда. Это собственно и пирожные получаются, и из того, что мне хочется, или из того, как я вижу. Буду вырезать с него кружочки. Можно использовать вообще какой-то покупной бисквит, либо белый, либо какой-то там, я не знаю, с кокосовой стружкой, либо миндальный. Вот любой, который вам нравится. Теперь приступаю к сливкам. Взбиваю сливки с сахаром до растворения сахара и до получения пышной массы. Сливки вот у меня увеличились вдвое, а то и больше. Вот такая вот красота. И теперь к сливкам буду добавлять мак. Мак откидываю на очень мелкое сито, чтобы полностью с него сбежала вода. Благодаря тому, что мы запарили в кипятке, будет чувствоваться вкус именно мака. И немножечко просто мак перемешаем со сливками. Такая вот красивая в горошинку красота у нас получается. Смотрите, как уже интересно. Это не просто какие-то там сливки или просто обычный какой-то простой мусс. Буду использовать вот такую форму. И будет у меня еще одна форма, потому что массы оказалось довольно много. И поэтому из мною рассчитанных 8 штук получилось у меня 16 пирожных. Подбираю, чем буду вырезать шоколадную корж. Буду вырезать, чтобы корж был меньше диаметром, чем наше пирожное. Чтобы можно было как-то утопить немножечко вот шоколадный корж. Чтобы у нас вроде было бы и дно, и в то же время его сбоку не было нигде видно. Вот такая вот красота. Корж я разрезала толщиной где-то чуть больше полусантиметра, миллиметров 6-7, наверное. Теперь растопила уже набухший желатин. И перемешаю его со сливками. Еще хочу показать до того, как веду желатин в сливки. Желатин должен, кстати, у вас подостыть горячими, его в сливки не вводите. Что для хрустящего слоя буду использовать вот такие вот шарики. Я не буду заморачиваться и готовить хрустящий слой. Эти шарики уже в шоколаде. Это типа как сухие завтраки. Они уже в шоколаде и они у нас не промокнут от сливок. Они просто будут хрустящие и вкусные. Поэтому, если вы не хотите париться с хрустящим слоем, можно использовать вот такие шарики. Можно добавить к ним еще растопленного шоколада с маслом. И соединить это в хрустящий слой, допустим, в торте. В сплошной большой слой. У меня здесь было 3 пачки таких шариков. В общем, свою вот такую вот муссовую основу разношу по формам. Где-то по полформочки насыпаю сейчас. И теперь пойдут наши вот такие вот желешки фруктовые. Если они у вас плохо отстают от формы для льда, просто подковырните их ложечкой, потому что из-за того, что довольно сладкий джем, он может плохо отставать от формы и быть таким как мягковатым, я бы сказала. Особенно если покупной, туда патоку добавляют, и оно не замерзает так, как положено. И утапливают, в общем, наши кубики из джема в креме, в муссе, в маковом муссе. Следующий слой у нас будут эти шарики. Для того, чтобы они у меня хорошо пристали и были полноценно в муссе как бы утоплены, я немножечко вот буквально по полчайной ложечки наверх на джем кладу мусса. Для того, чтобы потом на него положить свои шарики. Перекрываю просто, чтобы это был как отдельный слой. И по столько штучек, сколько вам хочется, я плюс-минус равномерно эти шарики кладу сюда. Я не буду делать их как сплошным слоем, это будет чересчур много, просто хочу, чтобы они попадались кое-где, это очень интересно. Разная текстура, более плотная, более нежная, более тянущаяся и хрустящая, это будет очень круто. И вот так вот их в серединку, в серединку, красота, красота. Очень удобный выход для тех, у кого размокают хрустящий слой постоянно, не в зависимости от того, сколько там шоколада и какой. У меня пару раз размокали, поэтому иногда, когда я не хочу париться, я вот делаю с вот такими штучками. Теперь пришло время наших шоколадных коржей. Опять же, для того, чтобы они хорошо пристали к шарикам, смазываю немножечко кремом и утапливаю, хорошо утапливаю, чтобы наш шоколадный корж не выходил за края нашей формы. Утапливаю и получается, что по бокам у меня должен быть сплошной как бы мусс. Одно должно быть только посрединке, чтобы я потом могла удобно поставить на решетку и поливать сверху уже глазурью. Можно не поливать глазурью, можно покрыть велюром, можно вообще ничем не покрывать, можно немножечко кремом украсить, а можно вообще ничего не делать, просто слопать потом эти пирожные, это очень вкусно. Буду делать шоколадную глазурь, типа для сажа. Делается она очень просто. Желатин у меня, как всегда, набухший, шоколад сгущенка у меня все уже здесь в ковшике, и отдельно у меня нагревается глюкоза, точнее патока с сахаром. Довела это все добро до температуры, где-то около 103 градусов, и вливаю это в шоколад. На минуточку оставляю и начинаю потом перемешивать. Вот буквально, вы видите, оно чуть-чуть у меня постояло, и начинаю перемешивать. Перемешиваю я блендером, так мы добьемся более гладкой и блестящей структуры. Единственное, блендер держите немножечко под наклоном, и чтобы туда в него не заходил воздух, иначе у вас получится сплошная пузырчатая такая структура. И уже когда наши пирожные замерзли, у меня это через буквально часа два, они уже были полностью промерзшие, морозилка у меня хорошая, их можно будет полить нашим шоколадным, вот таким вот красивым глиссажем. Мне удобно вот так по 4 штучки, остальные отправляю пока в морозилку, пускай стоят. Температура рабочая вот такого глиссажа, где-то как температура тела, где-то плюс-минус 35-36 градусов, но больше не делайте, иначе она у вас вся сбежит. Поэтому пробуйте на пальчик, чтобы она была ниже температуры, чем у вас тело. Посмотрите, как красиво, как это красиво. Всегда балдею от вот этого процесса, это очень красиво. И потом аккуратненько переношу, точнее я в этот раз захотела немножечко еще присыпать вот так вот орешками, и вот мне захотелось чего-то этакого, и поэтому я решила сделать еще небольшие кусочки из пузырчатой карамели. Делается это все проще простого. Карамель это очень презентабельная, очень красивая в качестве декора. Ее можно сделать как и прозрачную, так и хочу показать, как можно ее сделать непрозрачную, добавив туда немножечко диоксида титана. Если мы добавляем гелевый краситель, то тогда будет очень красивый прозрачный цвет. Я взяла патоку, в любом количестве, что мне нравится. Добавляю туда сухой либо жидкий пищевой краситель. Если это сухой краситель, добавляю капельку водички буквально. Разогреваю в микро, чтобы патока стала более мягкая и податливая. И тонким слоем наношу на силиконовый коврик. Отправляю силиконовый коврик в духовку, температура 140-160 градусов, и сижу бдю возле духовки, смотрю, она должна красиво запузыриться, и буквально несколько минут вы достаете, и получается очень красивая вот такая вот пузырчатая карамель. Вот этот светлый такой карамельный именно оттенок у меня получился из патоки абсолютно без красителя, но я его даже капельку передержала. Кому будет интересно, обязательно пишите в комментариях. Я расскажу об этом процессе поподробнее, и уже покажу вам как, что и где. В общем, рецепт очень простой, невероятно вкусный. Обязательно пробуйте, и не забывайте, конечно же, поставить палец вверх. Мне очень приятно. А с вами был Кекс, до новых встреч, пока-пока!